Всем привет, я доктор Евгений, тема этого ролика тестирование мышц промежности, мышц тазового дна как группу верхние и нижние пучки, смотрим Мышцы тазового дна состоят из многих мышечных пучков вот здесь вот они все у вас показаны но тестировать их отдельно каждую достаточно трудоемко, проблематично поэтому мы будем тестировать их как группу, чтобы понимать есть ли вообще дисфункция в тазовом дне кому это надо? то есть тем, кто хочет лечить людей и убрать такие дисфункции как недержание мочи, допустим, либо выпадения различные либо еще что-нибудь, в общем найдете сами причины как тестировать, показываю для тестирования мышц тазового дна нам нужно, желательно, положить пациента это очень удобно делать лежа и попросить собрать ноги то есть мы ставим ноги вместе после этого для тестирования нижних пучков мышц тазового дна нам нужно попросить собрать пятки, но раскинуть носки то есть ноги вместе, пятки вместе, носки врозь таким образом мы будем тестировать нижние пучки мышечных волокон тазового дна и после этого, это исходное положение, мы делаем следующее нам нужно взяться за нижнюю треть голени то есть мы хватаемся за нижнюю треть голени и тестирующее движение у нас будет следующее мы как будто будем ноги раздвигать вот таким вот образом перед этим еще раз просим пятки вместе, носки врозь наша тестирующая рука держится за нижнюю треть голени локоть мы выводим в параллель кушетке то есть в параллель полу, там где вы будете тестировать стабилизация пациента будет за противоположную голень то есть если мы не будем его стабилизировать таким образом попросим просто сейчас сжимайте ноги крепко мы будем все тело двигать а нам нужно только одну из сторон то есть если мы беремся за правую ногу, то мы тестируем правую сторону поэтому тестирующая рука за нижнюю треть голени пятки вместе, носки врозь стабилизация за противоположную голень но здесь очень чувствительная зона поэтому старайтесь не давить туда сильно возьмитесь за икроножную мышцу в проекции чтобы просто стабилизировать эту ногу и мы здесь уперлись а тестирующее движение будет следующим мы как будто будем сейчас корпусом вращать сейчас ноги расслабьте и движение у нас будет такое мы в тазу будем вращаться то есть вот таким вот танцевальным движением мы делать будем в корпусе движения стабилизирующая рука на месте тестирующая рука вместе с корпусом будет двигаться а теперь сам тест ноги вместе, пятки вместе, носки врозь держимся за нижнюю треть голени стабилизация за противоположное бедро встали в разножку и просим сжимайте пятки друг с другом сжимаем вторая фаза мы почувствуем напряжение и теперь корпусом пытаемся развернуться и у меня не получилось потому что здесь норма тонус повторю еще раз ноги вместе сжимаете крепко тянем на себя стабилизируем вот это отличный тест то есть если была бы гипотония сейчас не напрягайтесь тест бы вам показал следующий результат то есть вы бы свободно раздвинули ноги показываю как тестируется верхняя порция мышц тазового дна механика теста точно такая же но исходное положение то есть преднатяжение мышц будет иным мы просим ноги вместе поставить но при этом носки вместе пятки врозь и следить за тем чтобы пациент пальцами за пальцы не держался такие хитрости тоже могут быть да вот эти вот все ненужные вещи поэтому большой палец соединяем с большим пальцем тестирующая рука также находится на нижней третьей голени стабилизирующая рука за противоположную голень и просим сжимать ноги друг с другом сами выводим локоть в параллель полу либо кушетке и тестирующее движение сейчас не напрягать будет точно таким же поэтому носок к носку сжимайте ноги крепко сжимайте, сжимайте, сжимайте тут вообще ничего не получится у меня сломать это тонус а если было бы гипотония сжимайте ноги сжимайте, сжимайте, сжимайте расслабьтесь вот это была бы гипотония следите за тем что именно нижняя порция тестируется пятки вместе носки врозь а верхняя порция тестируется носки вместе пятки врозь с другой стороны тест точно так же происходит только вы будете тянуть левой рукой поэтому протестировав мышцы тазового дна вы уже будете иметь представление о том как кисет, именно диафрагма таза работает и уже от этого будете отталкиваться и получать какие-либо результаты диагностические и лечебные от этого тактики выстраивать поэтому рад был делиться пользуйтесь сжимайте все